здорово бойцы это домашний канал валерки и мы начинаем проходить по вашим просьбам новеллу под названием бесконечное лето бесконечное лето вот это анимешка что ли короче российских разработчиков вот давайте посмотрим что это из себя представляет так игра является плодом фантазии и разработчиков и не ставит перед собой целью затронуть или иными образом оскорбить кого-либо по религиозному расовому социальному экономическому или видов видовому признаку также любое ущемление чувство прекрасного активной гражданской позиции или иных высоких душевных порывов игроков разработчики оставляют на их совести совпадение героя с вашими реальными и воображаемыми знакомыми соседями коллегами турками считать случайным все героини достигли 18-летнего возраста и они дали письменное согласие на участие в игре выписка из истории болезни сценариста я предоставляется по требованию при разработке не пострадала ни одного маскота и животного или человек приятной игры в кей и от на игры чуть звука нет конечное лето бесконечное вот мой звук появится окей информация начать игру сохранения галерея есть это выход окей а это чё инструменты какие-то что за инструменты скорость текста громкость объединенное ранее окей настройки сохранить назад давай начать игру а я чё не прочитал там что там написано ну ладно давай начать игру итак мне опять снился сон этот сон каждую ночь одно и то же но на утро как обычно все забудется может быть оно и к лучшему останутся только туманные вспоминания при открытых словно приглашающих куда-то в воротах рядом с которыми в камне застыли два пионера а еще странная девочка которая постоянно спрашивает что же она спрашивает совенок совенок ты пойдешь со мной пойдешь со мной совенок а что там лагерь лагерь совенок лагерь совенок окей пойду ну куда и зачем да и где я вообще нахожусь конечно случись все на самом деле наяву стоило бы непременно испугаться как же иначе но это всего лишь сон но это всего лишь сон тот самый который я вижу каждую ночь а ведь все это неспроста не обязательно знать где и почему чтобы понять что то происходит нечто отчаянно требующее моего мнения ведь все окружающие меня здесь реально реально настолько насколько реальные вещи в моей квартире я бы мог открыть ворота услышать скрип петель смотнуть рукой осыпающуюся ржавчину подтянуть носом свежий прохладный воздух и поежиться от холода мог бы но для этого надо сдвинуться с места сделать шаг пошевелить рукой а ведь это сон я понимаю но что дальше что изменить мое понимание здесь словно по ту сторону по трескающегося экрана старого телевизора который из последних сил борется с помехами силится показать зрителям все не упустив ни малейшие детали ну вот картинка теряет четкость наверное скоро просыпаться окей может быть спросить у нее что то у девочки как же ее зовут например про звезды хотя почему про звезды можно же спросить про ворота да про ворота вот она удивиться или лучше про букву е про букву е в смысле хорошая была буква почему была а как будто ее больше нет ну во И какое отношение буквы ворота и звезды имеет к этому месту? Ведь если мне каждую ночь снится этот сон, который потом все равно забудется, надо искать разгадку здесь и сейчас. А вот если присмотреться, можно увидеть Мегал... Мегланово облако. Магелланово облако. Фу ты, ё-моё. Словно попал в южное полушарие. Окей. Я так понимаю, здесь надо будет читать. Во сне всегда больше волнуют мелочи. Неестественный цвет травы, невозможная кривизна прямых или свое перекошенное отражение, реальная опасность, готовая оборвать все здесь и сейчас, кажется пустяком. Естественно, ведь здесь нельзя умереть. Я точно знаю, я делал это сотни раз. Но если нельзя умереть, нет смысла жить. Так, погоди, а что вот это вот за штуки? Что за инструменты? Я думаю, нам подскажут потом? Скажут. Надо будет спросить у девочки, она местная, должна знать. Да, именно. Да, именно спросить, например, про сову. Больно уж птица странная. В смысле странная. Обычная птица сидит... Не знаю. Сидит на воротах. А впрочем, не важно. Ты пойдешь со мной? И каждый раз надо отвечать. Иначе никак, иначе сон не закончится, а я не проснусь. Нет, я остановлюсь здесь, и давай я пойду с тобой. Ну а, окей, ладно, давай я пойду с тобой. Каждый раз так сложно решить, что же ответить. Где я, что я здесь делаю, кто она такая? И почему от ответа на этот вопрос зависит так много в моей жизни? Или не зависит? Или это просто сон? Просто сон. Окей. Да, я реально, я понимаю, что... Я так предполагаю, что здесь надо будет много читать. Слава. Клавиатура. Что со зрением? Напухался? В смысле, что со зрением? Напухался, что ли? А, по порно-сайтикам лазим. По порно-сайтикам, значит, лазим. Окей. Ну ладно. Ммм, по порнушечке, да, по порнушечке. Че там? Чан, чан какой-то, смотри. Мозила, мозила у него даже. Клей. Икан монитора смотрел на меня словно живой. Окей. Иногда мне правда казалось, что он обладает сознанием своими мыслями, желаниями, стремлениями. Умеет чувствовать, любить и страдать. Словно в наших отношениях инструмент не он. Неодушевленный кусок пластика и текстолит. А я? Наверное, в этом есть доля правды. Ведь компьютер на 90% обеспечивает мое общение с внешним миром. Задрот, что ли? Анонимные имиджборды, иногда какие-то чаты, редкая аська или джаббер, еще реже форуми. Форуми. Форумы. А людей, сидящих по ту сторону сетевого кабеля, попросту не существует. Все они всего лишь плод его больной фантазии, ошибка в программном коде или баг ядра, зажившего собственной жизнью. Это потолок. Почему у меня вечно все мутное? Покажи мне нормально. Потолок, люстра. Ковер бабушкин. Отлично. Недоклеенные обои. Кто тут? Недоделали ремонт, что ли? Если посмотреть со стороны на мое существование, то такие мысли покажутся не столь уж бредовыми, а какой-нибудь психолог наверняка поставит мне кучу заумных диагнозов и, возможно, выпишет направление в желтый дом. Свет включил. Свет включил и опять помутнело. А, или это свет просто от окна отображается. Маленькая квартирка без следов какого бы то ни было ремонта или даже подобия порядка и вечно одинаковый вид из окна на серый день и ночь куда-то бегущий мегаполис. Вот условия моей жизни. Конечно, все начиналось не так. А как? Я родился, пошел в школу, закончил ее, все как у людей. Молодец. Поступил в институт, где кое-как промучился полтора курса. Работал на паре и тройке разных работ. Иногда даже неплохо, иногда даже получая за это достойные деньги. Молодец. Однако все это казалось чужим, словно списанным с биографии другого человека. Я не ощущал полноту жизни, а она словно зациклилась и продолжала идти по кругу. Как в фильме «День сурка». Ну, в принципе, вот эта фишка, когда день у многих повторяется. Типа просыпаешься, там, на работу, с работы приходишь, там, дела домашние, туда-сюда, ложишься спать, опять утром просыпаешься. И так вот каждый день, в принципе, это так и называется «День сурка», в принципе. Только у меня не было выбора, как именно провести этот день. И каждый раз все повторялось по одной и той же схеме. Схеме пустоты, уныния и отчаяния. Почему? Кому-то нравится такая зона комфорта. Последние несколько лет я просто целыми днями сидел за компьютером. Иногда подворачивались какие-то халтурки, иногда помогали родители. В общем, на жизнь хватало. Это не в интервью, но ведь потребности у меня небольшие. На улице я практически не вхожу, а все мое общение с людьми сводится к интернет-переписке с анонимными, у которых нет ни реального имени, ни пола, ни возраста. Короче говоря, достаточно типичная жизнь, достаточно типичного ассоциального человека своего времени. Этакий обломов 21 века. Может быть, маститый писатель напишет обо мне роман, который станет классикой современной литературы? Или напишу я сам? Впрочем, нет, что себя обманывать уже не раз пытался, но меня не хватало. Даже на короткий рассказ. Изучал я их множество других вещей. Рисовать не дано от природы. Программирование надоело. Иностранные языки долго и скучно. Любил я разве что читать, но даже при этом никогда бы не назвал себя эрудированным человеком. Возможно, я был асом в просмотре аниме и гроссмейстером неумелых шуточек в интернете. Платить мне за это деньги, я бы обрадовался, да и заработал неплохо, но вряд ли так просто можно заполнить пустоту в душе. Да, многие, думаю, мечтали сидеть просто в интернете и получать за это деньги. Сегодня очередной типичный день моей типичной жизни, типичного неудачника. И именно сегодня мне нужно ехать навстречу институтских товарищей. По правде говоря, совершенно не хотелось. Да и какой смысл, если вместе с ними я отучился всего лишь ничего. Однако меня все же уговорил друг, бывший однокрупник, один из немногих, с кем я поддерживал контакт не только в интернете. Окей, море-зима такая, да, на улице. Нормально. Отлично, показываю. Типа, это типа, это он, типа он? Бородатый такой? Так, вточила. Почему все мутно-то? О! На остановку пришел, на остановку. Вечер мороз. Остановка и ожидание автобуса. Я никогда не любил зиму. Впрочем, и жаркое лето тоже не моя стихия. Просто не вижу смысла выделять какое-то одно время года не столь важным, какая погода на улице, если целыми днями сидишь дома. Автобус сегодня задерживался так сильно, что я уже был готов плюнуть на все и потратить последнюю пару сотен на такси. Совсем не ехать мне почему-то в голову не пришло. В мозгу, как всегда, роились миллионы мыслей, из которых совершенно невозможно выудить хотя бы одну стоящую. Такую, которую можно закончить, привести в порядок и облечь форму идеи и притворить в жизнь. Может быть, заняться бизнесом? Но откуда я возьму деньги? Или пойти опять работать в офис? Нет уж. Может, стоит попробовать фриланс? Да что я умею и кому я нужен? Вдруг мне вспомнилось детство. Или скорее юношество, 15-17 лет. Почему именно это время? Не знаю. А, наверное, потому что тогда все было проще. Было проще принимать такие сложные сейчас и такие простые тогда решения. Проснувшись с утра, я четко знал, как пройдет мой день, а в выходных ждал с нетерпением. Смогу отдохнуть, заняться любимыми делами, компьютер, футбол, встречи с друзьями. Потом, когда наступит новая неделя, вновь примусь за учебу. Ведь раньше не возникало этих мучительных вопросов, зачем, кому это надо, что изменится, если я это сделаю, что не изменится. Простой поток жизни такой привычный для любого нормального человека, такой чуждый для меня теперешнего. Время беззаботного детства. Когда же я встретил свою первую любовь? Стерлись из памяти ее внешность, характер. Как строчка из профиля в социальной сети осталось лишь имя до тех чувств, которые захлестывали меня, когда я был с ней. Теплота, нежность, желание заботиться, защитить. Жаль, что это продолжалось так недолго. Сейчас я уже с трудом могу себе представить что-то подобное. Наверное, их хочется познакомиться с девушкой, только не знаю, как начать диалог, о чем вообще с ней говорить, чем ее заинтересовать. Таи подходящих девушек я давно не встречал. Хотя, где мне их встретить? 410-й подъехал. Отлично. Звук работающего двигателя вернул меня к реальности. Подъехал автобус. Какой-то он не такой, мелькнула мысль. Наверное, такой пазик старинный какой-то, да? Впрочем, какая разница, по этому маршруту ходят только 410-ки. Открылись как оборотом в райп. Че, ну пара загорелась? Огни пролетают мимо, и холодный свет словно зажигает внутри давно погадшие чувства. Или не сжигает, а просто пробуждает. Ведь они уже давно живут во мне, то затихая, то просыпаясь вновь. Какая-то очень известная мелодия играла в радиоприемнике у водителя. Но я ее не слушал. Я смотрел в запотевшее окно автобуса на проезжающей мимо машины. Ведь люди куда-то спешат, ведь им что-то нужно, и погруженные в свои дела, они не задумываются о вопросах, мучающих меня. Наверное, у них тоже есть свои серьезные проблемы. Может, им живется куда легче. Знать наверняка нельзя, так как все люди разные. Или не разные. Бывают поступки человека легко предсказуемы, но пытаясь заглянуть к нему в душу, видишь лишь непроглядную тьму. Автобус приближался к центру, и мои мысли прервал яркий свет огней большого города. Сотни рекламных вывесок, тысячи машин, миллионы людей. Я смотрел на это светопредставление, и мне почему-то безумно хотелось спать. Глаза закрылись всего на полсекунды. И, наверное, сейчас сон приснится, тот, про который он говорил в начале. Мысли, это уже показывали, он входил в автобус. Опа-чки. Опа-чки. Славя. Опа-чки. Лена. А это начало типа, что ли? Ульяна. Алиса. Воу-воу. Мику. Бесконечное лето. Мать его, и тить. Сделаем превьюшку, ладно. Уговорили. Это было, короче, только начало. Только вступление. Так, день первый. Окей. Глаза ударил яркий дневной свет. Музыка прям как у какого-то детектива, не знаю. Сначала я не обратил на это внимание, так как еще не до конца проснулся. Что вот это вот значит? Это убрать. Это что? А, это сохранить. Окей, мы даже не сохранились еще. Давай. А это что? Это что? Понятно. А вот это что? Это, наверное, загрузка, да? Загрузить. Понятно. Так, давай. Сначала я не обратил на это внимание, так как еще не до конца проснулся. Многие сами привезли меня к двери. Симбион, че-то, похоже, проспал остановку. Но двери не было. Я глядел в туалет и понял, что это непривычный мне потрепанный, видавший беды Лиас, а самый настоящий Икарус. Меня сковал ужас. Как? Что? Я умер? Меня похитили? Нет, точно не умер. Че там, по башке дали, что ли? Я лихорадачно ощупал свое тело, несколько раз больно ударил ладонями по щекам, сильно приложился лбом о спинку кресла. Ясно. Либо я все еще жив, либо на том свете тоже чувствуешь боль. Но как такое могло произойти? Может быть, я спал слишком долго и меня увезли в депо? Потом что пересадили на другой автобус? Я выскочил на улицу, я гляделся. Как он выскочил на улицу, если дверей не было? Если он посмотрел по сторонам, и двери не было. Как он, как он выскочил на улицу? Везде, куда ни глянь, бушевала зелень, высокая трава на обочине, дороги, деревья, цветы, лето. Но как же так? Только что была зима. И все прямое, болела голова. Как будто готовая взорваться. Постепенно начал вспоминать. Переместился во времени. Длинная дорога, уносящая вдаль леса, степи, поля, озера, вновь леса. Кажется, я спал, но почему тогда все помню сейчас? А потом... Провал. Какая-то девушка склонилась надо мной. Она нежно нашептывала что-то мне на ухо. Потом опять провал. Я очнулся здесь. Что же это странная девушка? Или она мне просто приснилась? Почему-то от воспоминаний о ней мне становилось хорошо и спокойно. Изнутри поднималось приятное тепло, расходящееся по всему телу. Может быть, это она привезла меня сюда. Тогда надо ее найти. Лучше всего искать подальше отсюда. Я дернулся влево, потом вправо, потом остановился в нерешительности. Наконец побежал в направлении, откуда предположительно приехал автобус. Непонятки. Непонятки троеточие. Физические упражнения освежают мозг. Мысли проясняются. Становится легче оценивать окружающую действительность. Впрочем, это все совершенно не обо мне. Я сидел на обочине на дороге, хрипя и пытаюсь с жадными глотками раскаленного воздуха хоть немного успокоить обожженное горло. В любом случае, пробежка пошла мне на пользу. Страх на некоторое время отступил. Может, я и правда сплю? Но, вспомнил самое истязание в автобусе, я тут же отбросил эту идею. Семен. Я не сплю или и не умер? Семен. Семен, его зовут Семен. Вдаль уносилась узкая дорога через поле. Та самая из моего сна. Наверное, я очень далеко от дома. И дело даже не в том, что вчера была зима. Сейчас самое что ни на есть лето. Дело в окружающей природе. Конечно, летом обычно так и есть. Зелено и жарко. Но тут все какое-то не такое, как в реальной жизни. Полно сошедшие с картин русских пейзажистов 19 века. Трава слишком уж сочная. Кусты не такие, какими должны быть кусты. Пышные сквозь них ничего не разглядеть, как кроны деревьев ей-богу. А уж сами деревья. До леса было довольно далеко, но оказалось, что они сомкнули свои стройные ряды. И только и ждут приказа, чтобы начать наступление на поля и степи. Я отдышался и посмотрел на автобус, почти скрывшийся с виду. Неплохо пробежался. Страх накатил с новой силой. И эти лэп... Значит, тут есть люди. Хотя, что это значит? Ведь ровным счетом ничего. Почему в аду не может быть линий электропередач? Жарить грешников на угле? Прошлый век. Похоже, я дошел до той точки невозвращения, когда надо либо уже сходить с ума, либо все-таки пытаться понять, что происходит. Пока еще есть возможность, стоит выбрать второй вариант. Я медленно направился назад к автобусу. Конечно, страшно. Но вряд ли я найду разгадку в полях и лесах. А это чертово ведро с гайками. Единственное, что хоть как-то связывает меня с реальным миром. Савенок! Савенок! Надо осмотреть место повнимательнее. Пионер-лагерь Савенок. То, что ему снилось, короче. Ого. То, что ему снилось. Ну, давай я потом выберу, может. Делаю тоже. Кирпичная ограда с воротами, над которыми красовалась надпись Савенок. По бокам статуи пионеров, а рядов на вывеске номер маршрута 410. Девольный рейс что-то затянулся. Усмехнулся я. Человек, попав в экстремальную ситуацию, иногда начинает вести себя неадекватно. Возможно, сейчас со мной происходит что-то подобное. Место казалось совсем не заброшенным. Ворота не заржавели, кладка не осыпалась. Савенок. Что может так называться? Тут же подписано. Пионер-лагерь. Что может так называться? Судя по статам пионеров, наверное, детский лагерь. Прям капитан очевидность. Причем лагерь действующий. Естественно, само простое объяснение, как всегда, ничегошеньки не объясняет. Незнакомка, изменившая автобус лето-пионер-лагерь. В голове за долю секунды проносились тысячи теорий. От похищения инопланетянами до литургического сна, от галлюцинаций до сдвига пространства и времени. Ни одна из них не была хуже другой, но остановиться на какой-то одной было попросту невозможно. Тут меня осенило, попробую позвонить. Я достал мобильник и набрал первый попавшийся номер из телефонной книги. Однако, вместо палочек приема на экране горел жирный крест. Ладно, возможно, в такой глуши связи нет. Но не попал же я сюда один. Автобус ведь сами по себе не ездит. А этот ездит. Я обошел его со всех сторон и убедился, что это не галлюцинация. Кумия грязи на днище, кое-где виднеющая ржавчина, высветившая краска, потертая резина. Нет, это определенно самый обычный карус. Да, именно такие тебя возят непонятно куда, если нечаянно заснешь. У меня вырвался нервный мешок. Именно вырвался. Сам по себе непроизвольно. Ведь не место и не время шутить. Но где же тогда водитель? Я осторожно присел на бордюр, рядом с автобусом принял и принялся ждать. Хватило меня ненадолго. Кажется, вполне достигло... Волнение достигло пика, и я потихоньку начал сходить с ума. Наверное, в подобной ситуации любой человек испытывал бы что-то подобное. Инопланетяне и параллельной реальности покинули мое воображение, осталась лишь пустота и мрак. Неужели все так и закончится? Моя жизнь закончится? Ведь я столько всего хотел сделать, столько не успел. Меня охватила уверенность, что это конец. Но почему? Это несправедливо, неужели я хуже других? Господи, за что? А слезы нестерпимо жгли глаза, я свинулся калачиком и начал кататься по траве. За что? Почему? Почему я? Но мои крики слышали лишь безмолвные статуи пионеров, да сидящие на дереве птицы, которая тот час махнула крыльями и улетела, прокричав что-то на своем, на птичьем, словно поспиваясь над идиотом, посмевшим нарушить ее послеобеденный сон. Я окончательно захлянулся рыданием и просто тихо лежал, изредка поскуливая. Через несколько минут удалось все-таки взять себя в руки. В голове немного прояснилось о ужас и страх смерти, если не спустил, но как будто сделал передышку. В конце концов, если бы меня хотели убить, зачем все это? На опыты тоже не похоже. Если это какое-то чудовищное совпадение, то возможно оно не тает себе узоров. Или угроз, что он там написал? Как бы там ни было, пока что, кажется, нет никакой опасности. Угроз, наверное. Вскоре паника прошла. Конечно, бой в висках и дрожание рук никуда не исчезли, но теперь, по крайней мере, я мог рассуждать здраво. Сейчас от меня все равно ничего не зависит. Поэтому, сколько ни думай и не накручивай себя, от этого станет только хуже. Не знаю, что он размышляет. Пошел бы в этот пионерлагерь, да уже выяснил, что к чему. Пока не появятся какие-нибудь факты, строить догадки не стоит. В любом случае, околачиваться здесь, ничего не узнать. Судя по всему, этот лагерь, если это, конечно, лагерь, единственное место, где могли быть люди. Поэтому я решил пойти туда и уже почти дошел до ворот, как... Откуда оттуда выглянула девочка? В пионерской форме. Логика меня не подвела. Впрочем, пионерская форма в 21 веке, в чем девочка и здесь, я застыл на месте, не в силах сделать ни шагу. Очень хотелось убежать. Подальше отсюда, подальше от этого автобуса, ворот статуи, подальше от этой чертовой птицы с ее сиестой. Просто бежать, бежать свободно, словно ветер, бежать все быстрее, маша рукой, пролетающим мимо планетам, подмигивая галактикам. Ни хер у него фантазия просто. И чтоб коротко и ясно, написать что-то, свалить отсюда. Нет он там, маша рукой, пролетающим планетам, подмигивая галактикам. Бежать, став лучом пульса, превратившись в реликтовое излучение, бежать навстречу неизвестности. Жесть он, фантазер. Бежать куда угодно, но подальше отсюда. Тем временем девочка подошла ближе и улыбнулась. Ее красоту я не смог не отметить, даже трясясь от страха. Человеческие инстинкты работают вопреки сознаниям, и если только 5% мозга отвечает за мыслительную деятельность, то остальные 95% всегда заняты поддержанием жизнедеятельности, в том числе и обеспечивает стабильное функционирование гормональной системы. Мне так мучительно хотелось быть проще, не думать протокольными фразами из большой советской энциклопедии, но мысли появлялись в мозгу одна за одной, глупые и неуместные, словно выдернутые из внутреннего монолога героя, дрянного детективчика в мягком переплете. Приятное славянское лицо, длинные косы, похожие на две толстые охапки, вижу скошенного сена, и голубые глаза, в которых, казалось, можно утонуть. Пионерка, так, привет, ты, наверное, только что приехал? Да, ответь. Ну да. Ну да. Что же, а что же, добро пожаловать. Она же широко улыбнулась. Странно, но передо мной как будто совершенно обычная девочка. Эх, не стоило вообще сюда возвращаться, лучше уж в леса, в поля. Но что делать дальше, пытаться общаться с ней, как с человеком, бежать или еще что-то? В ловине выносимо стучала кровь, разрывая ее изнутри, еще немного и бедную пионерку забрызгает неприглядным содержимым моей черепной коробки. Ну я просто, насчет него нет слов, вот просто нет слов. Что смешного? Девочка окинула меня взглядом. По смене побежали мурашки, задрожали колени. Ничего. Ну и славно. Славно. А, славно? Что тут может быть славного? Внезапно захотелось плюнуть на все, забыть о стоящем сзади автобусе вчерашней зиме и будущем лете, скинуть чесоточный свитер и просто поверить, что все это на самом деле, что так и надо, что так и должно быть, что все это в конце концов к лучшему. А ты, наверное, знаешь. Тебе кважата и надо, она все расскажет. Смотри. Сейчас идешь прямо-прямо, доходишь до площадки, затем налево, дальше будут домики. Она показала сторону ворот, как будто я знал, что за ними. Ну спросишь у кого-нибудь, где домик Ольги Дмитриевны? Я. Эээ. Все понял. Естественно, ничего я не понял. А мне пора. Девочка помахала мне рукой и скрылась за воротами. Окей. Девочка помахала рукой и скрылась за воротами. И на этом, наверное, мы закончим. Закончим. Серию. Закончим серию этой новеллы. Ну, не знаю. Судить по игре я не знаю. Такие вот игры, они на любителей. Это как новеллы, это как книга, да? Ну, в принципе, это не мое. Мне нужно действие, мне нужно лазить, бегать, искать, что-то там, стрелять там. Вот. Можно подумать о квестах. Это даже не квест. Ну, так как мы просили, мы попробуем ее допройти. До конца. И, как бы так, вот. Ссылка в описании на плейлист будет внизу под видео. Кому понравилось, ставим лайк и подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok